установим нашу модель силиконовой части покажу вот примерно так выглядит изготовление силиконовой формы по пластилиновой модели только на эту часть у нас также нанесен силикон самое главное сейчас возьму чем покажу когда мы будем изготавливать тыльную часть силиконовый вкладыш тыльной части нам необходимо нанести разделительный слой в этом месте до самой модели на модель мы разделительный слой не наносим отступаем примерно от 5 до 10 миллиметров от края модели и в этом месте у нас разделительного слоя не будет именно отсюда до сюда его здесь не будет в этой области везде наносим разделительный слой на силиконовую часть после того когда у нас появится вторая часть силиконового вкладыша вот это мы это место вот этот сантиметр просто обычным канцелярским ножом разрежем просто возьмем разделим 2 силиконовые части и и вот и все вот основная хитрость но обращаю особое внимание именно на замок замку мы уделяем особое внимание его мы должны очень хорошо промазать разделительным составом какой состав применяя конкретно я сейчас покажу я пользуюсь вот таким вот разделительным воском разделительный воск легкое нанесение многократное разделение безоговорочный результат банка такая воска что-то стоит порядка полторы тысячи рублей пользуюсь я им уже не один год внешний вид воском такой это не реклама наносится он при помощи кисти можете также использовать вазелин разделительный как разделительный слой можно пользоваться можно пользоваться в с м только при нанесении вам необходимо будет саму модель как-то закрывать чтобы вот на этот сантиметр не попадал разделительный слой скажу сложно сразу сложно будет наносить в с м таким образом чтобы разделительный слой куда не попал поэтому рекомендую наносить разделительный слой при помощи кисти не доходя примерно около сантиметра до тела модели особое внимание будем уделять замку хорошо его промазать чтобы он разделился ну и соответственно вот этой части можно использовать любой другой воск значит как им пользоваться должна быть инструкция на каждой банке воском желательно чтобы на английском назначение безопасность хранение срок годности состав моем случае я использую вас в следующем образом то есть я его наношу он меня примерно 24 часа сохнет после того как он превратился в сухое состояние то есть видно что он поменял цвет стал сухим не липнет пальцу после этого можно будет наносить силикон до момента высыхания воскового слоя наносить силикон нельзя иначе разделительный слой не сработает все дальше очень просто формируем силиконовый вкладыш 2 он у нас получился разделяем до того момента разделяем до того момента пока нам и позволяет это разделительная смазка примерно до этого берем нож и остальную часть просто аккуратно вдоль линии нашего разъема разрезаем этот сантиметр все достаем две части и получается одна силиконовая часть мыша и другая силиконовая часть мыши вот так вот получается у нас изготовление силиконовой формы по пластилиновой модели дальнейшем видео сейчас после этого длинного предисловия я это все покажу желаю приятного просмотра добрый день это третье видео посвященное изготовление силиконовой формы по пластилиновой модели самом деле при изготовлении силиконовых форм по пластилиновой модели есть определенные особенности которые в данном случае мы не учитываем что это за особенности вообще когда вы снимаете силиконовую форму с пластилиновой модели предварительно вы должны снять черновую силиконовую форму изготовить потом отлить из твердого материала допустим такого как гипс или воск зачистить ее довести до идеала вашу модель уже из этого материала а потом уже снять чистовую силиконовую форму так делали советском союзе при изготовлении силиконовых форм но поскольку у нас очень хороший скульптор и очень хороший материал пластилин из которого изготовлена данная модель нам эта операция изготовление промежуточный силиконовой формы или грязный промежуточный скажем не нужно благодаря этому мы экономим время материал и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Здесь был пластилин, а я его заранее удалил. Теперь нам необходимо нанести разделительный слой. Чтобы нанести разделительный слой. Используем смазку. Используем смазку. Наша задача, чтобы... Разделительная смазка не попала на нашу модель. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok